МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня о микрорайоне Азад ввели в эксплуатацию системы природного газа. Разделить радость жителей. Переехал Аким города Мурат-Айтенов. К городовский район и микрорайон Азад подведено голубое топливо. Здесь проложен природный газопровод общей протяженностью около 9 километров. В результате чего газ потребляют 519 абонентов. В церемонии от подключения газа принял участие Аким города Мурат-Айтенов, который разделил радость жителей. Здесь проложено 9 километров газопровода. Работы полностью завершены. В результате 519 абонентов будут обеспечены голубым топливом. В данное время ведется работа по обинвентированию со стороны городского филиала АО «Кострансгаз Аймак». Мы, местные жители, безмерно рады за такой безмерный труд. Благодарим ответственных специалистов за работу по улучшению инфраструктуры в нашем районе. Как отмечается на отчетных встречах с жителями города, есть план развития города до 2025 года. Соответствующая работа проводится поэтапно. Самое актуальное из них – это развитие инженерной инфраструктуры, говорит Мурат-Айтенов. Глава города поручил «Кострансгазу» подключить газ к домам до начала отопительного сезона. Я вас поздравляю от всей души. Желаю вам всего самого наилучшего. Для всех нас это еще одно радостное событие. Пользуйтесь во благо и не забывайте о технике безопасности. Стоит отметить, что сейчас представители «Кострансгаз Аймак» активно ведут работу по подключению газа к абонентам. По словам Акима города, до конца года газ будет подведен еще к 7 населенным пунктам. В 2023 году планируется довести обеспеченность населения Шимкента голубым топливом до 90%. В целом в 2025 году этот показатель будет выполнен на 100%. В населенном пункте Солтыстык-Саяжай завершен проект по обеспечению жителей светом. Теперь начата работа по подключению абонементов к государственной сети. Аким Шимкентом Ратайтенов специально посетил территорию и встретился с жителями. Какие вопросы там обсуждались, расскажет наш корреспондент. В населенном пункте Солтыстык-Саяжай завершен проект по обеспечению жителей света. Будут поэтапно подключены почти 6 тысяч абонентов. До этого горожане пользовались частным трансформатором и жаловались на перебои электроэнергии, особенно в непогоду. Со старых государств все работы по обеспечению качественной электроэнергии завершены. Сейчас мы принимаем работу. Электрические сети уже подключены ко всем жилым домам в микрорайоне. Поставили счетчики. В настоящее время мы предоставляем дополнительных специалистов подрядчику, чтобы всех успели подключить до 1 октября. Семья Сержана Лемханова теперь вечерами собирается у экрана телевизора, чтобы посмотреть любимые фильмы и телепередачи. До этого горожане пользовались частными услугами, которые постоянно вызывали нарекания. Иногда света не было по несколько дней. Теперь в микрорайоне проложили 145 километров линии электропередачи. Установили новые электрические столбы-трансформаторы. Когда я только начал строить дом, мы временно провели электричество от соседей. Но постоянно были перебои, особенно когда ветер. Переживали, что сгорит бытовая техника. Электричество зависело от погоды. Напряжение еще слабое было. В этом году долгожданная электричество по данным Акимата получат жители и других населенных пунктов на окраинах мегаполиса. Это микрорайоны до сектора Нурта-Савлежа-Натала. Появится около 22 тысячи новых абонентов. И уже в 2023 году город полностью будет обеспечен качественным светом. Кражи, грабеж и угон автомобилям раскрыли полицейские Южного мегаполиса в период с 5 по 11 сентября. Как сообщили в департаменте полиции Шемкента, 7756 звонков различного характера поступило на пульт 102 за минувшую неделю. Также с помощью камер стражам порядка удалось раскрыть 10 преступлений. Это 7 фактов кражи, 1 факт грабежа и 1 угон автомобиля и другое. Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений и раскрытии преступления по горячим следам. Также по принципу нулевой тепимости и административным правонарушениям выявлены 1082 факта. Из них 823 нарушения правил дорожного движения, сообщили в департаменте полиции Шемкента. В Шемкенте уже в пятый раз прошли массовые забеги. Помимо горожан мегаполиса в нем приняли участие жители других регионов страны, а также гости из иностранных государств. Фонд спортивного мероприятия «Шемкент Марафон 2022» составил 11 миллионов тенге. Рекордное колледжи соучастников – это больше 4,5 тысячи человек сортовали сегодня на шемкентском марафоне. Главное спортивное событие года «Шемкент Марафон» забрал по своим крылом больше 3,5 тысячи человек из разных уголков Казахстана и не только. Приехали в марафон со своей командой в солнечный Шемкент. Настроение прекрасное, заряженное, бодрее. Хочу пожелать всем жителям третьего мегаполиса, кто участвует в марафоне, легких стартов, позитивного настроения и удачи. Стартовали бегуны с площади Аль-Фараби перед торговым центром Шемкент-Плаза. К слову, этот марафон для кого-то первое серьезное испытание на прочность. Приезжали даже 10-летние дети рядом со своими родителями. А самый большой возраст бегуна на данном марафоне составил 73 лет. Бегом занимается около трех лет. Впервые участвую в таком большом марафоне. Настроение отличное. Участников много. Это очень вдохновляет. Всем участникам и жителям города желаю быть здоровыми и любить спорт. Я пробежал 10 километров. Когда рядом спортсмены, когда люди все бегают. Это дает дополнительные эмоции, дополнительную силу. Давайте заниматься спортом. Всем здоровья, всем успехов. По словам участников, организация марафона была на высшем уровне. Победители полного марафона получили денежные призы. За первое место 500 тысяч, за второе – 400, за 30 – 300 тысяч тенге. Общий призовой фонд составил около 11 миллионов тенге. Сегодняшний марафон всегда был разным для разных людей. Для кого-то это повод сразиться с самим собой. Кто-то здесь сражается за победу, а кто-то держит ради прекрасных эмоций. Важно одно – марафон и был, и остается настоящим праздником спорта. Праздником здорового образа жизни. Собирающим тысячи спортсменов и любителей бега. В сотнях городов десятков стран. В этом году в программу внесли изменения. Кроме стандартов 50, 21, 42-километровых дистанции. Добавили еще скандинавскую ходьбу и айкиден. Что позволило привлечь еще больше спортсменов в южный мегаполис. Субтитры подогнал «Симон»!